Смотрим, Омае Вамо Шиндейру. Ханичува, знаете что-нибудь о кризисе в Японии 90-е, чем отличался 2008-го? Американцы, планы американцы, никогда такого не было, и тут опять. Ну, там, я уже говорил много про кризис 93-го года в Японии, там в чем слишком. Значит, во-первых, они револьвировали свою валюту, дайгену. То есть, дешевая валюта, но я уже про это много раз рассказывал, не буду в сотый раз повторяться. Да, дешевая валюта это то, о чем мечтает любая страна в мире. Может быть, не настолько дешевая, значит, как в России сегодня, но тем не менее. Значит, да, дешевая валюта, в принципе, это то, к чему стремится почти любая страна в мире, потому что дешевая валюта означает, что вы можете получать за границей много денег, при этом имея низкие издержки. Ну, то есть, ну, как бы, довольно-довольно очевидная история. Правда, при этом у вас импорт будет дорогим, но импорт, дорогой импорт – это фактически налог на богатых. Потому что дорогие импортные товары покупают, в первую очередь, богатые люди. Ну, ладно. Вот, поэтому, собственно, все пытаются на свете. И Трамп тот же самый, он воюет с Китаем именно потому, что, как он говорит, да, Китай манипулирует курсом валюты, что приводит к, значит, завышению, что приводит к завышению его курса, занижению его курса и, наоборот, к завышению курса доллара. Он хочет, чтобы доллар был подешевле. Ну, понятно. Вот, так, я уже забыл, о чем я говорю. Вот, значит, японцы в середине 80-х годов согласились на требования Соединенных Штатов и револьвировали гену, называемое соглашением Плаза. Оно было подписано в отеле Плаза. И это стало одним из факторов того, что вот их... Ну, после этого, да, после этой револьвации, какое-то время темпы роста у них оставались чрезвычайно высокими. Да, но при этом в их страну еще и стремилось очень много иностранного капитала. Да, ну, потому что чем дороже у вас валюта, тем, с другой стороны, более привлекательна ваша страна до иностранного капитала. Это означает, что можно зарабатывать на вашем рынке деньги и потом обменивать их на доллары по высокому курсу. В итоге в Японию пришло очень-очень много капитала, надулся огромный пузырь, и он благополучно схлопнулся, там, цены на коммерческую недвижимость в некоторых районах Токио, они буквально за несколько месяцев падали в 100 раз. Вот, значит, японский центральный банк не смог хорошо отреагировать на эту пузырь, угрозу, фактически он повторил ошибки Федеральной резервной системы в 29-м году, в начале Великой Депрессии. Ну, не в таком масштабе, но, в общем, близко. Примерно в том же направлении были ошибки. Ну, в итоге привело к тому, что Япония все 90-е годы находилась в своей такой маленькой Великой Депрессии с около нулевым ростом. Вот здесь наложились, как бы, такие факторы. Чем отличается от 2008 года? Ну, в 2008 году кризис был не японский, а общемировой. Япония там страдала за одну сотню. Депрессия! Продолжение следует...